Добрый день дорогие друзья и с вами очередной выпуск самой спортивной программы Реальный спорт Ульяновск и сегодня с нами большой человек в гостях Первый заместитель председателя законодательного собрания Ульяновской области Василий Анатольевич Гвоздев И вы наверняка справедливо меня спросите, почему депутат законодательного собрания помогает вести спортивную передачу Я вам справедливо отвечу, Василий Анатольевич, председатель федерации плавания Ульяновской области Василий Анатольевич, здравствуйте И сразу вопрос с пристрастием, как у нас водится, а давно ли вы последний раз были в бассейне? Я имею ввиду как физкультурник, как спортсмен В бассейн стараюсь ходить минимум 4-5 раз в неделю Был вчера вечером после работы, это у меня в практике или в обеденный перерыв Или в 19-20-00 проплывать полторы тысяч семьсот за 45 минут То есть вода истинно ваша стихия Вода это та стихия, которая помогает, во-первых, безусловно восстановиться после коронавируса Отличная дыхательная гимнастика Это абсолютно безтравматичный вид спорта, который помогает развивать все виды мышц И он все возрастной, я бы так сказал Вопрос заковыка Как представители водной сферы относятся к зимним видам спорта? Я имею ввиду в частности лыжи, например В выходные дни традиционно с детьми посещаем парк Победы Встаем на лыжи, поэтому это отличное времяпровождение, которое помогает чувствовать себя более здоровым Призываю всех заниматься и лыжами в том числе А мы, дорогие друзья, сейчас и отправимся на лыжные соревнования Сюжет с лыжной базы Охотничья о лыжном марафоне Знатокам лыжного спорта доподлинно известно Любая гонка начинается задолго до старта И не на лыжне, а в комнате сервисменов Симбирский марафон не исключение Состязания, имеющиеся российский статус, проводятся уже в 12-й раз Но восходящая звезда ульяновских лыж, 17-летний Дмитрий Матросов 50-километровую дистанцию бежит впервые в своей жизни Сегодня будет лед на трассе Поэтому лыжи будут примерно у всех одинаково ехать История симбирского марафона начиналась с гонками на биатлонной базе Заря Улгу Но несколько лет назад состязания переехали на станцию Охотничья ульяновского района На этот раз разминку сократили до минимума Старт дали практически одновременно с окончанием церемонии открытия Виной всему мороз с колючим ветром Погода в этом году играет в плюс-минус Мы детский марафон провели При плюс один было И мужской марафон, взрослый марафон, полтинник Проводим при минус 17 А разница всего лишь 24 часа между стартом 50 километров на лыжах – испытания для самых выносливых, самых стойких Более 40 спортсменов заявились на эту дистанцию Где не только равнины участки, но и спуски подъема С перепадом высот почти в 150 метров После того, как гонка переваривает за час Спортсменов начинают кормить Чаем, курагой Мандарины, бананы Узаном они берут чай 7 кругов по 7,5 километров Это уже даже за рамками обозначенного полтинника К середине дистанции выявились два явных лидера 17-летний Ульянов Дмитрий Матросов под 77-м номером И победитель прошлого года 45-летний Юрий Казаков из Томска – первый стартовый номер На 30-м километре хотел гель сесть, а они замерзли Я вам выкинул их Тяжело было, потом мне сейчас на последний круг удали Рассол маленько жил, но все равно у меня долго К заключительному кругу опыт сдал свои позиции Молодость пошла в отрыв, который с каждым километром становился все больше и больше 32 секунды, хоп-хоп-хоп, впереди 30, вообще никого нет Таким образом, интриги на финише 12-го симбирского марафона не случилось Матросов совершил свой спортивный подвиг и финишировал с большим преимуществом Временного запаса ему вполне хватило, чтобы завершить дистанцию с флагом своего клуба Sky Team Evda, в котором он тренируется под руководством Алексея Евдокимова Я хотел сначала просто как тренировку пройти Хотел дойти, просто дистанцию дойти до конца еще Я не рассчитывал, что выиграю сегодня Ну я рад, но я очень сильно устал Последний круг весь на морально волевых добегал Третьим в состязаниях мужчин-марафонцев стал еще один представитель Sky Team Evda 18-летний Алексей Дронин Среди женщин дистанцию 30 километров первой пробежала 16-летняя Анастасия Кукса из спортивной школы Симбирск Таким образом, 12-й симбирский лыжный марафон подтвердил Детская молодежь бросает опыту серьезный вызов Василий Анатольевич, нам известно, что в молодости вы очень продуктивно И успешно занимались легкой атлетикой Чему вас научила легкая атлетика вот именно в жизни? У меня замечательный был отец, к сожалению, ушел из жизни Который с раннего возраста меня записывал в различные секции И вот одна из самых удачных, наверное, было записи Это в легкую атлетику, в школе номер 61 С моим тренером Юрием Лужульковым Поэтому легкая атлетика научила меня в юности Во-первых, помогала в учебе И у меня никогда не было свободного времени После школы мы всегда занимались или в спортивном зале Или на тренировках, особенно когда в выезды пошли Легкая атлетика – это тот вид спорта, который дал мне основу, наверное Базу и любовь к занятию физкультурой Я бегался на уровне второго взрослого И иногда приближался к первому взрослому разряду Даже его не достиг А какая дистанция? Я бегал на короткие дистанции в юности Но с возрастом, когда мне стало 15 лет, я переквалифицировался И перешел, когда стал учиться в техникуме, на длинные дистанции Это совсем другой уровень, это терпеть Два круга 400 метров – это тяжело Алия, там, круг выбежать из минуты Значит, это, в общем, это нужно пробовать Это совсем другая нагрузка Но это выносливость Это кроссы И это, значит, запас здоровья В том числе вот на сегодняшний год А следующий наш сюжет как раз о королеве спорта Дорогие друзья, мы на легкой атлетике Ежедневно по два часа мастер спорта международного класса Татьяна Егорова тратят на тренировки Это ее работа – готовить будущих чемпионов легкой атлетики Призер всемирной летней олимпиады в спорте уже 20 лет С 14-го года в качестве тренера Сегодня под ее руководством растут и развиваются 23 профессиональных спортсмена Каждому спортсмену подход индивидуальный Кому-то кнут и пряник помогает, а кому-то, наоборот, выбивает из колеи Среди воспитанников и родной сын Никита В легкой атлетике 18-летний парень последние три года За плечами 7 лет дзюдо А теперь решил пойти по стопам мамы Недавно парень выполнил норматив мастера спорта Пробежав дистанцию 800 метров за 1 минуту 50 секунд Ну это, конечно, тоже повлияло свою роль Но все равно как-то я сам выбрал легкую атлетику Я занимался до этого 7 лет дзюдо Мне очень нравилось, но что-то в один момент решил попробовать сначала И мне понравилось, вот я и остался Татьяна и Никита в спортивном манеже стараются соблюдать субординацию Они тренер и подопечный Но для меня это не тяжело Да, я тоже боялась вот этого момента Но я изначально поставила себя так, что мы на тренировке чужие люди Мы тренер и ученик Даже на тренировках зову ее маму Как бы для меня это, ну нормально, я считаю, все говорят Типа она относится как к тренеру Но я как бы все равно чувствую эту грань Слушаю, все делаю И получается А вот переступая порог дома, они уже мама и сын Но часто обсуждают дела легкоатлетические и в домашней обстановке Без этого никуда Егоровы – самая настоящая спортивная семья Глава семейства Сергей – бывший военный кандидат в мастера спорта Младшая дочь – гимнастка Сама Татьяна признается – дом – место отдыха Помимо тренера она еще жена, мама, а также хозяйка двух собак и кота Поэтому домашние дела никто не отменял Как истинная женщина не забывает и про себя Естественно, ухоженный вид Ухоженная чистая голова, руки, лицо Конечно, любая женщина стремится к этому К фигуре То есть не к идеальной Все равно с возрастом мы понимаем, что фигура нам все равно Немножечко меняется Поэтому, ну, стремлюсь Ну вам-то на фигуре, мне кажется, грех же Стремлюсь У меня к себе претензии все равно есть Мастер спорта международного класса любит коллекционировать куклы и статуэтки Ну и, конечно, получает знаки внимания от любимого мужчины Сергей уже во всеоружии Скоро 8 марта С утра цветочки, как положено Ну, подарочки, сами что захотят Как бы не стараясь отказывать, не отказывать ни в чем Сюда есть такой праздник, да? Ну, как же без этого? Раз в год можно побаловать Рука обрака Чита Егоровых идет уже 25 лет Помнит, словно вчера и день первой встречи на стадионе Василий Анатольевич, мы недавно вас видели на отчетной коллегии Министерства спорта Видим, что вопросы спорта вам не безразличны, близки По диалогу я это уже лично тоже понял Скажите, пожалуйста, вот со стороны функционера спортивного Какие могут быть напутствия вот в сторону отрасли спорта? Абсолютно правильное сейчас направление, значит, Министерства спорта Которое основывается на взаимодействии с Олимпийским советом С общественными организациями Со всеми федерациями, значит, это абсолютно верное направление В целом, на сегодняшний день, министр и его команда, значит, Ромел Евгеньевич Правильно в движении, в правильном направлении идут Поэтому мы их будем в этой части поддерживать И хотели бы, чтобы все спортивное сообщество объединилось Следующий наш сюжет совершенно о новом виде спорта для Ульяновской области В водном поле После 12-часового пути порвали бассейн Спортсмены из Ульяновска завоевали золото на межрегиональном турнире По мини-водному полу Соревнования прошли в Оренбурге Компанию ульяновцам составили сами хозяева турнира А также спортсмены из Уфы Для парней это первый за полгода выездной турнир Из-за отмены массовых мероприятий встретиться не удавалось Поэтому эти матчи как глоток свежего воздуха Настрой был боевой Единственное не хватает Не хватает вот этих стыковых встреч Игровой практики Крутимся в своей каше, как говорится Не хватает встреч, побольше бы встреч А так все интересно, все круто Как считают сами ватерполисты Лучшая тренировка – это соревнования От Ульяновска приехали сразу два состава команды «Спартак» Молодежь и спортсмены постарше И получилось так, что нам удалось собрать два состава Это команда ветеранов с Ульяновска и команда молодежки По дороге долго обсуждали Одной командой играть или двумя Но прибыв сюда, усложнили для себя задачи И поделились на две команды Борьба в товарищеском соревновании выдалась нешуточной Несмотря на пандемию, ульяновцы не бросали тренировки Пока бассейны были закрыты, ребята регулярно играли на озере в Березовой роще Поэтому и в Оренбург приехали подготовленными Первая игра прошла для нас большим преимуществом Много выходили, два в одного, три в два В принципе, хорошо реализовывали свои моменты, забивали, много забили По итогам всех игр команда ульяновской молодежи оказалась сильнее всех Это первое золото ульяновских ватерполистов в соревнованиях На этом ватерпольные баталии не закончатся Спортсменов ждут игры в рамках чемпионата при Волжской лиге Национальной ватерпольной ассоциации Первая игра пройдет в апреле в Уфе Дорогие друзья, а следующий сюжет нашей программы О истинно русском и любимом виде спорта ульяновцев Хоккей с мячом Наша команда вошла в восьмерку сильнейших команд России И вчера завершился первый матч соревнований плей-офф Но прежде чем мы перейдем к обсуждению Давайте сначала посмотрим сюжет с Волга в спорт-арена Этого матча в Ульяновске ждали три года Именно столько Волга не играла в плей-офф чемпионата страны А потому трибуны Волго-спорт-арены собрали более двух с половиной тысяч зрителей И это несмотря на то, что Волга, оказавшаяся восьмерке сильнейших буквально в последний момент Отнюдь не была фаворитом в поединке с лидером столичным Динамо Пропустив в самом начале встречи Волга до середины первого тайма больше ничего не позволяла сделать своим соперникам На помощь Динамо пришли угловые Гости реализовали два стандарта подряд А Волга незадолго до перерыва смогла один мяч отквитать Первый тайм весь, да, очень аккуратно и очень осторожно ребята играли Плюс к тому, что Волга сегодня поставила не автобус, а можно сказать два автобуса И очень сложно было ее вскрывать Однако во втором тайме белоголубым удалось подобрать ключи к обороне хозяев И атаки, как из рога изобилия, посыпались на ворота Ивана Силантьева Отмечавшего в день игры день рождения Именинник старался, но к сходу часы игры Динамовцы вели 6-1 Тренерский штаб Волги берет тайм-аут Ребята действительно немножко как-то встали Немножко надо было завести, чтобы они действительно опять чуть-чуть движения хотя бы А то были такие, ну, элементарные ошибки Встряска помогла Андрей Климкин один гол отыгрывает А вот на большее ульяновцев уже не хватило В итоге не слишком приятный для зрителей 11-2 в пользу Динамо Но сезон еще не завершен В четвертьфинале серия длится до двух побед одной из команд Следующий поединок 6-го марта на поле Динамо Но чтобы продлить для себя сезон Волге нужно створить чудо Василий Анатольевич, интересно Ваше экспертное мнение относительно наших ребят В 97-96 году я был активным болельщиком Еще той Волги И был свидетелем, когда наша команда завоевала третье место в стране В тройку вошла Хоккеисты, парни, мы вас верим Ну и пользуясь случаем Хочу отдельно поздравить всех женщин Не только ульяновской области Всех-всех наших женщин, любимых С наступающим праздником 8-го марта Весна это время любить и мечтать Пусть в вашем сердце, в вашей душе Всегда будет любовь Мужчины вас радуют Работа вас воздохновляет Чтоб у вас все было хорошо С наступающим праздником, милые женщины Полностью присоединяемся К поздравлениям Ну а с вами была программа Реальный спорт Какими же событиями нас порадует Будущая неделя Вы узнаете из следующих выпусков нашей передачи Всем пока Реальный спорт Ульяновск Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова